Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Так как многие уже начали свои посевы самые-самые первые, то есть для теплицы, для получения раннего урожая, то я хочу сейчас на практике вам показать, вот было у меня видео теоретическое, с каких сортов нужно начинать посев. Именно какие сорта томатов мы выбираем в первую очередь. И там я говорила, что есть правило, по которым нужно выбирать томаты с самым длительным вегетационным периодом, там есть 130-120, начинать с них, потом уже все другие. Потом я еще говорила, что есть исключение из правил, что если вы какой-то сорт выбрали для получения раннего урожая, то вы начинаете именно с него посев, независимо от вегетационного периода. Вот сейчас я хочу выбрать для себя сорта вот из этих, какие я хочу посеять для получения раннего урожая. И я хочу вам рассказать, какие сорта все-таки не нужно выбирать, я не советовала бы вам для получения раннего урожая, потому что у вас могут возникнуть проблемы. Вот, например, кроме Демидова и Настеньки, которые я уже опробовала, испытала много-много раз, например, я хочу ввести каких-то 2-3 сорта крупноплодных для получения раннего урожая, вот из тех, которые представлены здесь. На вид они, вроде бы, как бы, все похожи. Вот смотрите, крупные томаты такие мясистые, и тяжеловес в Сибири, тут ботяня, пудовик. Вот пудовик, тяжеловес, они вообще похожи. Вот, например, Вечный Зов, я про него рассказывала, огромные такие плоды. Но вот как их выбрать? Если просто по внешнему виду, то ни в коем случае нельзя. Во-первых, первая рекомендация, вот моя вам в помощь, даже из крупноплодных, выберите все-таки те, которые детерминатные и низкорослые. Вот, например, ботяня, он прекрасный сорт для теплиц, он очень там урожайный, но высота у него указана 2 метра. Значит, если вы его посеете в ранние сроки, рассада будет расти очень быстро, и вам будет сложно получить качественную рассаду именно при ранних посевах. Вы понимаете, или который детерминатный, он вырастет 10-15 сантиметров, или у вас ботяня, он может вырасти до 50 сантиметров в высоту, до того времени, пока придет высаживаться время. Но вот такой же, например, сорт тяжеловес в Сибири, если мы посмотрим, то у него высота 40-60 сантиметров, хотя плоды тоже крупные, 500 граммов. Значит, вот если из двух похожих, ботяня и тяжеловес, мы все-таки выбираем тот, который ниже ростом, у которого высота меньше. Также вот есть пудовик, прекрасный сорт, он в теплице дает хороший урожай, но для раннего использования его лучше не брать. Все-таки полтора метра указана высота, он может также вымахать и может даже упасть или сломаться. А вот вечный зов, я о нем вам рассказывала, у него плоды до 900 грамм вы можете получить, но он всего 70 сантиметров, то есть он в два раза ниже вот этого пудовика нашего. Ясно, что если у нас есть выбор, есть возможность выбрать, какой крупноплодный, этот или этот мы будем выбирать, мы будем выбирать тот, который более низкий. Даже если они оба детерминантных сорта, смотрите высоту, если указана высота производителям, это вам хорошая помощь. 70 сантиметров и полтора метра, лучше выберем вот 70 сантиметров. Значит, из всех этих сортов, я вот хочу для раннего урожая тоже крупноплодных посадить немного, я буду сегодня сеять тяжеловес Сибири, одну строчку, один рядок, и вечный зов, один рядок. Также я по такому же принципу выбрала из сотен других. Вот розовый титан, сейчас скажу, написано высота до 60 сантиметров, детерминантный, плоды до 215 граммов. Они не совсем такие огромные, но хорошие, взрослые, крупненькие плоды. Вот он у меня будет в этом же лотке для раннего урожая. А вот алтайский селач я хотела посадить, но посмотрела, 500 грамм плоды, но 2 метра высота. Значит, он будет ждать у меня еще месяц лежать на полочке. Только через месяц я смогу, буду высаживать двухметровые вот эти вот гиганты с крупными плодами. Совсем для самого первого посева лучше их уберите в сторону. Особенно те, кто начинает, я боюсь, что вы не справитесь с ними. Ну не то, что не справитесь, очень много хлопот они могут принести. Они растут, если грунт вы возьмете такой же, как у меня, ну такой жирный, плодородный. Они начнут жировать у вас еще на окне, начнут толстеть, вверх идти, в стеллаже в верхнюю полку упрутся. Все это я уже проходила. Так что вот мой совет, ой, совет, как бывалого, который уже в какие только переделки не попадался до вода. Для первого посева, для получения раннего урожая, для самых ранних-ранних посевов, выбирайте только низкорослые крупноплодные сорта, если вы будете крупноплодные выбирать. Вот я выбрала уже много лет назад Настенька и Демидов, еще нынче будет у меня тяжеловес в Сибири и вечный зов. Летом я покажу в теплице вам, но не летом, даже уже весной, и в рассаде покажу. И может быть на будущий год, вы посмотрев мое видео о том, как крупноплодные садить в ранние сроки, тоже повторите этот опыт. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Понемножку, помаленьку будем знакомиться с правилами отбора, от сортировки именно всех сортов и наименований. И потом вы постепенно поймете вот эту схему и уже будете безошибочно определять, какой можно сорт садить рано, а какой лучше все-таки подождать, чтобы он вас потом не замучил своими огромными-огромными ветвями и листьями. До свидания, желаю всем удачных посевов.